Приветствую всех на канале Футбола Босс Сегодня у нас снова исторические хроники Матч ФРГ Франция Полуфинал на мундиале 1982 года Один из самых драматичнейших матчей в истории мирового футбола Очевидцем которого был ваш покорный слуга Правда совсем еще в юном возрасте И естественно по телевизору Итак, в Испании в 1982 году были новшества в проведении турнира Впервые били пенальти для определения победителя И впервые состав участников был расширен аж до 24 команд И Франция, и ФРГ начали турнир с поражений Западные немцы сенсационно уступили Алжиру 1-2 Я хорошо помню эту игру А французы в очень интересном матче проиграли англичанам Что правда не повлияло на их дальнейший выход из группы Эту игру я тоже помню здорово Матч действительно был класснейший Сборная ФРГ после поражения от африканцев Вышла из группы со скандалом Итогом которого было не попадание Сборной Алжира во второй этап Но это совсем другая отдельная история Кто не знает, прошу в интернет Она освещена там многократно На втором этапе команды играли опять в группах Но уже из трех участников Французы колоссально по игре прошли этот второй этап Влюбив в себя весь мир и получив прозвище Переодетые бразильцы Немцам же удалось прорваться в полуфинал Из очень страшной группы смерти С хозяевами и англичанами Легендарное полуфинальное противостояние Произошло 8 июля В Севилле на арене Рамон Санчес Писхуан Стадионе клуба Севилле душным испанским вечером Начало игры было за сборной ФРГ Они придавили трехцветных комбинационной игрой И повели в счете на 17-й минуте с голом Литбарски Далее французам удалось перехватить инициативу Сравнять счет с пенальки Но окончание тайма прошло все-таки опять с преимуществом западных немцев И тем не менее к перерыву 1-1 Ну а второй тайм превратился в бенефис Французской полузащиты В составе Жереса, Тиганы и Платини Однако матч был омрачен Грубейшей игрой немецкого вратаря Тони Шумахера Против вышедшего на замену Защитника французов Батистона Который во многом своим выходом И определил в начале тайма Преимущество трехцветных в центре поля Фол на выходе был жесточайшим Но все обошлось даже без предупреждения В итоге Несмотря на игровое превосходство французов Игра докатилась до дополнительного времени В дополнительном Сначала случился нереальный по красоте Гол защитника Мариуса Трезора А затем Олен Жерес как будто вогнал последний гвоздь К крышку гроба Сборной ФРГ Но не тут-то было Чудо футбола Немцы отыгрались Как? Для меня это до сих пор загадка Сначала хромающий Румениги Все-таки вышедший в конце матча На поле с травмой Сократил счет А затем Фишер Ответил Трезору Не менее фантастически красивым голом Через себя Во втором тайме Дополнительного времени Итог 3-3 Шедевральные 3-3 И первая серия пенальти В истории мировых чемпионатов В ней Оба голкипера Реально поплыли Но в финал Вырвали западные немцы Счет по пенальти 5-4 И что хочется особо отметить Многие помнят из этой игры Второй тайм И дополнительное время Пенальти И жестокость вратаря Шумахера На выходе То, что французы были Как бы ярче по ходу всего матча И выигрывали второй этаж Однако первый тайм Прошел с преимуществом Западной германской команды Она играла здорово И комбинационно Это важно на мой взгляд Важно это знать И помнить И скорости в этом матче 38 лет назад Были очень высоки А таланты на поле Но таких сейчас нет Плюс такая их концентрация В том матче В Севиле И пересматривая игру сегодня Я опять поймал себя на мысли Как и в тот день Что именно такого футбола Возможно больше не будет никогда И что я готов смотреть Продолжение этой игры До бесконечности Что тогда Что сейчас Еще и еще Смотреть и смотреть Этот матч И чтобы он не заканчивался И такого ощущения У меня больше не было С тех пор Я вновь его поймал Ощутил После очередного просмотра Снова Похоже тогда В тот далекий день Просто случилось Волшебство Футбольное АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ